Ученики 5 класса 81-й Самарской школы завсегдатые библиотеки имени Крупской. Ребятам здесь нравится, рассказывает Наталья Лаврюшова, учитель русского языка и литературы. В библиотеке часто проводят познавательные, обучающие мероприятия, которые закрепляют знания, полученные на уроках. Мы часто приходим сюда. В частности, мы были на квесте, посвященном сказкам Пушкина, на Дне Конституции. Ребятам очень нравится здесь. Класс, который сегодня пришел в библиотеку, это читающие дети. Они любят читать, у них есть любимые журналы, любимые книги. Я думаю, им будет интересно. В преддверии Дня российской печати в библиотеке для школьников прошла тематическая квест-игра. Дети узнали, кто такие печатник и издатель, когда в России появилась первая газета и попробовали себя в роли журналистов. По словам сотрудников библиотеки, несмотря на высокие технологии, бумажные журналы и газеты по-прежнему популярны. К нам очень часто приходят библиотеку именно за периодическими изданиями, потому что журналы интересные, полезные, там много ярких иллюстраций. День российской печати точно так же, как и к журналистам, относится очень тесно к библиотеке, потому что наша библиотека также богата периодическими изданиями, это конкретно журналы, газеты. И наши юные читатели с удовольствием их сегодня посмотрели, познакомились с ними. Такие развивающие занятия в Центральной городской библиотеке имени Крупской в преддверии праздников и памятных дат проходят регулярно, как для детей, так и для взрослых. Галина Топилина, Константин Головин. События. Галина Топилина , Коркулякова